Дорогие мои Вот что значит 40 часов почти голодания Такой эффект Так что, если вы хотите скинуть резко вес, то закройте свой рот И все у вас получится Какие красивые цветы вы видите Как эту красоту нельзя снять Какая красота, боже Как тепло А там лимонные сады с лимонами Пальмы Романтика Романтика Такая сита хорошая Новенькая сита Как-то трясло здесь Сильненько или нет Или слабенько Так классно все, мои дорогие зрители Такая красотка Красотка только такая У моего мужа сегодня день рождения И посмотрите, какой красивый торт я ему подарила Я сама приготовила его Бисквитик Крем из крахмала, молока Вот так вот он выглядит маленький А клубничка, она еще замороженная некоторая Я вытащила, но не хватило А внутри бананы Естественно пропитала все Я помню, в Адуме столько пекла Бисквитов А сейчас вот первый раз попробовала свою духовку И она мне очень понравилась А из слива я приготовила вот такую ткемали Какая она вкусная Но мой муж вообще ее никак не воспринимает Зато я ее пью со стаканом Вы видите, вкуснятина Вместе с вами пойдем поздравлять 12 часов Духунгюну кутлу olsun, ашким Духунгюну кутлу olsun, ашким Духунгюну кутлу olsun, ашким Негюзель паста яптердым Мюм, ярын, свечки завтра Чахмак Ашким, чахмак, оярын, ярын Обе раз динлинмек керект, шимди яптым Сейчас дело надо, чтобы отдохнуло Духунгюну, ярын, ярын, ярын Какой довольный Насыл Амасанин и чин Охэпсанин Хэппи и джексы Вот так Всем привет, мои дорогие Давно я с вами не общалась То есть с вчерашнего вечера Возвращаюсь к набережной Мы сегодня ожидали Плохую погоду, дождь, но слава Богу Все нормально Сегодня, мой Боже, день рождения Мы видели, какой тортик я приготовила Хотя я легла в два часа Я поднялась К шести Не знаю, откуда у меня энергия От Бога, наверное, от Вселенной Ну, как мы сегодня будем праздновать Что я подарила ему? Я подарила ему путешествие Но путешествие Это не птал я прием Эти То есть Его Отменили из-за погоды Может, на неделю перенесли Ну, а сегодня мы так скромненько сможем Пожарим крылышки Покушаем тортик Может, хочу, буря сделаю В принципе, я не знаю, как что будет Но заниматься своими делами и все Как Бог даст Вселенную, так и будет Что-нибудь все равно интересное будет Мы же с мужем знаем, как устроить себе праздник Так что вот так вот А вот та Тутовица, дерево, мое Которое ждет меня Интересно Есть ли что-нибудь сырелое Спелое Вчера дождик был Помылось Как раз для Светланы Сейчас мы Сейчас посмотрим Знаете, кайф в чем Не в том, что Тутовица ее можно купить Но вот именно Когда ты срываешь ее Это такое удовольствие Посмотрите, какие Вкусные Ой, как хочется Вот эта моя Смотрите Смотрите Вот Сейчас я ее съем Посмотрите Ух И там, если там Приятного мне аппетита Утро Моего именинника Началось вот так С такой красивого Качапури Изменила форму Сыр Сырочек Ум-уш-уш Сейчас маслице И Ашпин будет кушать Что я ему устроила Я ему купила ромашки С этими ромашками Включила музыку И его разбудила Не хочу его показывать Пока он не в форме Сонный еще Вот такую вкуснятину он будет кушать у меня. Сняшки какие-то. Кременника. Вот так вот все. Красота. Кстати, о мужиках нарядила я. Вот такой красавчик пошел. Весь ладидас. Может, потом покажу вам. Что я приготовила нам на ужин? Вот такую красивую картошечку. Вот такой салатик. Вот такие канатики. И вот мой рулет. Куриный. А также ткемали. И вот подливка из лука. Все грузинское. Это все для меня. Пошли мы кушать. А вот такие красивые цветочки моему мужу. Приятного нам аппетита, друзья. Всем доброе утро, друзья мои. Моя прогулка меня затянула. Марину. Никого нет, я прошла. Хожу сейчас. Хочу посмотреть на яхточки. Заодно поснимать. Какая сумочка. Цены, конечно. Зашибись. Такие цены. импор Армани. Лако. Бьютик. Помню, как мы пришли. Мы сюда на свадьбу мне платили искать. Пять тысяч было лир тогда. Боже, какое счастье. Никого нет. Я очень рада, что я пришла сегодня сюда. Первая. Никого нет, друзья. Это что значит? Здесь, наверное, не разрешат мне больше снимать. Охранник там. А, еще кто-то сидит. Боже, какая красота. Я и ты. Ты и я. Я первая. Вторая, третья пришла сюда. Как же здесь с утра красиво. Какая красота. Пока вам показываю, давайте расскажу, как у нас прошел день рождения с мужем. Если бы не погода, планы были бы другие совсем. С утра было такое солнышко, хорошая погода, солнечная. А потом, девочки, мальчики мои, часов в пять. Гроза, молния, дождь, ливень. И, естественно, я была на двух вебинарах. Одновременно готовила ужин. Сели с мужем, пивка попили. Покушали. И потом, часов в десять я заснула на диване, как всегда. Вот такая я вот... Так умею праздновать. Боже, какие красивые цветы. Красиво здесь. Красивый парк. И все, на этом закончилось. Потом проснулась, потом опять заснула, проснулась, заснула. А в воскресенье я шила себе блузу. Закончила рукава. Такие красивые рукава получились. Мой муж смеется, говорит, это костюм Санаджи, певицы. Мне нравится. Такое оригинальное. Сейчас уже в планах сегодня закончить. Сегодня закончить еще все остальное. Блузку. И на днях начинать следующее платьице. Погуляла на Марине. Вот неожиданно. Неожиданные неожиданности. Сюрпризы. Сегодня у меня в плане голодовка. Мне так понравилось голодать. Голодовать. разгрузочный день называется. Так что, мои дорогие, ничего нового не произошло. Погода тоже вчера какая-то была непонятная. А вот и я, Светлана, с новой причесочкой. Так удобно. Очень удобно. Не надо много заморачиваться. 51 год. Знаете, я не чувствую себя на 51 год. Мое тело чувствует 30 лет. когда организм не болит, не чувствуешь ты в свои органы, вот это и здоровье. Друзья мои, мой телефон. Я вообще уже не вижу экран. настолько посветлело. Так что, скоро вы останетесь без видео моих и я. Эндер пришел с базара, привез вот такие вкусняшки. Видите, ваш атам, ваш атам, господи, по-грузински говорю. Ой, забыла, как называется. Такие какие-то абрикоски. И это тоже, непонятно. А-а-а. Я сначала подумала, это яблоки. Видите, не вижу. Клубничку такую купил он. Абрикоски купил и зелень купил. У нас все есть, в принципе, только осталось и это. Такое подкупить. Огурцы, помидоры. Вот это самое главное. И все. Вот такой базар был сегодня у мужа. А я активно занимаюсь после моей прогулки. Я до сих пор не села. Сделала генеральную уборку в квартире. Там вода у меня идет. Помыла после своих птичек. Смотрите, какая клетка у наших птичек. Огромная. Мой муж сообразил две сложить их. И все. И каждый тут кайфует. Мавиша давно вы не видели. Мавиш спит. Шикер. Эта девочка начала потихоньку к нам подходить. Мавиш, естественно, подходит. А Шикер еще боится всего. Так что вот так моим деткам хорошо. я вся вожусь, 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 вожусь. Мыло-пылесос свой. Я после того, как чищу, всегда промываю вот это вот. Сейчас еще посмотрю, очки одену, промылась или нет. Вот, вожусь. С утра такая была замечательная погода. А сейчас опять пасмурно стало. И дождь потихонечку пошел. Смотрите, у меня уже начал скоро распуститься мой чернобровец, чернобрец. И тут она у меня. Вот, мои лапуси. Еще их можно посадить, у меня много. Ну вот, уже буду знать, какая красота у меня скоро будет. Это же будет так красиво. Вы понимаете, какая красота? Так что я, может быть, приловчусь их так выращивать. И все. А этот цветок мне не нравится. Я его не срезала в том году. И что-то он мне не нравится. Кто мне его подарил? Я купила, не помню. Цветочки растут, но он желтый. А может, его надо брать в солнце. Может быть, он солнце не любит. Ведь солнце бывает же у нас. Такое еще солнце. Так, сразу похолодало. А я вот с пылесосом возилась, все ноги намочила. надо переодеться. Кофты теплые то спрячу, то достану, то спрячу, то достану. Я же сегодня у меня разгрузочный день. На воде только сижу. и, естественно, я с шести часов на ногах. Сейчас уже пять. Скоро будет двенадцать часов. И немножко болит, стала болеть голова. Но как только я стала двигаться, вот вышла, муж пришел с базара, поднял меня. Сидела там на ютубе, хотела вам видео монтировать. И мне сразу стало легче. Вот поэтому и еще, знаете, что если вдруг будут сильные головные боли, рекомендуют выпить столовую ложку растительного масла, оливкового. Вот так вот. Делаю вот второй раз. Мне очень, кстати, это очень понравилось. Начинаешь ценить вкус всего. И для здоровья это очень полезно. Ведь желудок постоянно у нас работает. И надо отдать ему отдохнуть. Вот я это и делаю. И уже два литра воды выпила. Пошла я, друзья мои, распаковывать все и складывать в холодильник. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.